Взрывы на восходе солнца. ЧП сразу на двух военных аэродромах в Рязани и Саратове. Новогодняя красавица на театральной площади ель получила праздничное убранство. Подкупая естественностью, победитель номинации за лучшую мужскую роль регионального театрального конкурса «Зеркало сцены» раскрыл секрет своего успеха. Начнем с чрезвычайного происшествия. Сегодня на военном аэродроме Дягилева произошел взрыв бензовоза, как пишут региональные СМИ. Предварительно три человека погибли, шесть получили ранения. Пока что официальной информации на этот счет нет. Но сегодня же в Саратове беспилотниками был атакован аэродром дальней авиации. Связаны ли эти два взрыва между собой или нет, следствию предстоит выяснить. Это кадры взрыва на аэродроме в Дягилево. Утром 5 декабря жители микрорайона сообщили о громких хлопках. Позже в группе Дягилева ВКонтакте появилась информация о взрывной волне, так ее прозвали сами жители, которая прошла по поселку в районе 6.30-6.40 утра. Информационному агентству ТАСС они рассказали, что на стоянке авиационной техники произошло возгорание и взрыв бензовоза. В результате три человека погибли, пятеро пострадали. В свою очередь источник РИА Новости сообщает, что в результате взрыва бензовоза также получил повреждение самолет, а пострадало не пять, а шесть человек. А это уже кадры из Саратовской области, город Энгельс. Как сообщают СМИ, 5 декабря в районе 6 часов 4 минут неустановленный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе. Сообщается как минимум о двух пострадавших и двух поврежденных самолетах. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об отсутствии поводов для беспокойства. В своем телеграм-канале он написал следующее. В социальных сетях и СМИ распространяется информация о громком хлопке и вспышке в Энгельсе ранним утром. Хочу заверить, что никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло. Поводов для беспокойства нет. Ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал. Информация о происшествиях на военных объектах проверяется силовыми структурами. Связаны ли события в Рязани и Саратове данных пока нет. Так что объединять их в одно происшествие мы тоже не станем. Дождемся все-таки официальных комментариев. К другим новостям. В Рязани на Театральной площади украсили первую новогоднюю елку. Всего их в городе будет 28. А вот когда засверкает праздничная иллюминация, расскажем далее. Несмотря на утренний мороз, на Театральной сотрудники дирекции благоустройства уже украшают 12-метровую новогоднюю красавицу. С помощью автокрана. Вначале, конечно, звезда, затем гирлянды и елочные игрушки. У нас в городе на данный момент будет установлено 28 елок. Из них 17 уже стоят. 11 будут в центре и остальные в районах. По некоторым елкам работы будут проводить подрядчики. То есть на площади Победы, Лыбецком бульваре и главную городскую елку будут украшать подрядные организации. В ящиках новогодние шарики трех цветов. Это что касается родных украшений от дирекции благоустройства. Но будут и другие. Каждый год неравнодушные рязанцы добавляют что-то свое, сделанное вручную. К таким подаркам в дирекции благоустройства тоже относятся аккуратно. Игрушки, которые мы вешаем, они сохранились с прошлого года. Мы их бережно храним. То есть все шарики мы упаковываем в коробочки. И все это хранится на складе. Также бережно хранятся те игрушки, которые сделаны жителями своими руками. Мы их также вешаем на елке. Праздничная иллюминация, светодиодные конструкции и новогодние арт-объекты сделают город ярче во второй половине декабря. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Рязанская область вошла в топ-5 регионов, жители которых наименее склонны к вредным привычкам. По информации информагентства РИА Новости, такую статистику собрали эксперты на основе официальных данных. В основе исследования шесть показателей распространения вредных привычек среди населения. Потребление табачных изделий, продажа алкоголя, число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, смертность от причин, вызванных употреблением спиртного, а также число преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами. Показатели брали за три года, с 2019 по 2021. В рейтинге лидируют Чечня, Дагестан и Ингушетия. Наиболее подвержены вредным привычкам жители Хакассии, Камчатского края и Сахалинской области. А вот еще от одной вредной привычки не завершать капремонты зданий, региональные власти будут область избавлять. И первые оргвыводы после нашумевшего выступления Артема Бранова на правительстве уже последовали. Напомню, зампред выступил с жесткой критикой работы фонда капремонта и его подрядчиков. Губернатору в это дело пришлось вмешиваться лично, а глава администрации города уже заявила о кадровых изменениях. У нас в Рязани сейчас шесть домов стоят вообще с раскрытыми крышами. На наше счастье такая хорошая погода дает возможность. Мы сменили подрядчика. Был подрядчик городской МУП, РСУ номер один. И по этим домам там все на личном контроле. Ближайшие там две-две с половиной недели кровли закроем. Но там на самом деле системные проблемы. Там помимо этих домов еще есть порядка 30 домов в городе, по которым есть вопросы. Это заявление Артема Бранова буквально взорвало последнее заседание правительства. О том, что фонд капремонта, мягко сказать, недорабатывает, заявления уже звучат все громче. И выступление Бранова, судя по всему, стало последней точкой. Павел Малков потребовал кадровых изменений. Я прошу, во-первых, принять необходимое кадровое решение. Во-вторых, объявить ответственное взыскание. Елена Борисовна тоже прошу. Все на точку посмотрите. Во-вторых, коллеги, я очень внимательно изучил документы, как работал фонд капитального ремонта в предыдущие годы. В моем понимании, дальше эти документы надо читать вместе с правоохранительными структурами. Елена Сорокина на критику отреагировала оперативно. На своей страничке в соцсети она назвала ситуацию общей проблемой, которую надо быстро решить. На данный момент протечки ликвидированы. На четырех из шести крыш уложили утеплитель. На двух данные работы проводят сегодня-завтра. Основные работы завершатся до 20 декабря. Потом сделают все об устройство крыши. Директор РСУ-1, одна из подрядных организаций, виновная в срыве сроков, мною уволен, написала Елена Сорокина. Об уголовном преследовании пока не сообщается. И снова о мошенниках. Очередная жертва телефонных афер, 74-летняя Рязанка, перевела мошенникам 300 тысяч рублей. Несмотря на увещевание дочери. Все истории с мошенниками начинаются одинаково с телефонного звонка. В этот раз позвонили 74-летние Рязанки. Но голос был отнюдь не вкратчивый. Пенсионерку сразу начали запугивать. Мол, ваша дочь спровоцировала ДТП, есть пострадавшие. И псевдо-сотрудник полиции, назвавший к слову звание и должность, расписал, какой уголовный срок грозит бедной дочке, спровоцировавшей аварию. А после мошенники предложили дело замять. Естественно, за небольшую сумму. Для убедительности звонящий может передать трубку якобы сотруднику полиции, который продолжит убеждать вас во всей серьезности создавшейся ситуации. Так действуют мошенники. Разговор нужно немедленно прекратить и связаться с родственником или знакомым, о котором идет речь. Убедитесь, что с ними ничего не случилось. Рязанка этим рекомендациям не последовала. Эмоции взяли вверх. Так и передала мошенникам 300 тысяч рублей. После этого ни звонивших, ни денег. Уже после пострадавшая созвонилась с дочкой. Та, естественно, ни в какую аварию не попадала и помощь ей была не нужна. Тогда Рязанка обратилась в полицию. Один из самых распространенных способов обмана в основном касается людей пожилого возраста. Злоумышленники по телефону сообщают, что ваш близкий родственник или хороший знакомый стал виновником ДТП, в котором пострадали другие люди. Неизвестные просят передать крупную сумму денег для компенсации вреда пострадавшим и чтобы избежать уголовной ответственности. Полицейские дали простой совет заканчивать разговор с такими людьми. И сразу же стоит перезвонить родственникам, узнать, как у них дела. Обычно никакой серьезной опасности нет и для родственников, и для кошелька. Сразу несколько наград получил спектакль «Иванов» по итогам 8-го регионального театрального фестиваля «Зеркало сцены-2022». Одну из номинаций за лучшую мужскую роль выиграл актер Валерий Рыжков. Наша съемочная группа не применула воспользоваться случаем и пообщаться с лауреатом. В одном из своих писем Чехов писал так. «Я лелеял дерзкую мечту суммировать все то, что доселе писалось о ноющих и тоскующих людях, и своим Ивановым положить предел этим писаниям». Микроклимат спектакля как раз такой, тоскующий. Персонажей стало куда меньше, все сосредоточено на атмосфере и действиях. Декораций на сцене почти нет. Посуда гремит где-то там, за стеной. Там же и разговоры о своем шум, гам, суета. «Это специально сделано так, чтобы ничто не отвлекало. Ни стулья, ни столы, ни чашки и бокалы. Все это есть там, все эти звуки там, находятся за площадкой. Мы слышим, там все переворачивается, там чокается, там все бросается, спихивается, падает. Но мы этого не видим. Мы видим только тех персонажей, которые находятся на площадке. И как вот эти вот все падания и чокания влияют на этого персонажа». Спектакль Иванов взял сразу несколько наград на 8-м региональном театральном фестивале «Зеркало сцены». Лучший режиссер, лучшая мужская роль, лучшая роль второго плана, премия жюри. На первом международном театральном фестивале «Арктическая сцена» спектакль стал лауреатом третьей степени. Исполнитель главной роли Валерий Рыжков поделился своими мыслями, почему спектакль так понравился и зрителям, и критикам. «Естественностью какой-то оно подкупает, а потом каждый человек, сидящий в зале, находит в себе именно черты этого Иванова, которые находятся на сцене. И, наверное, этим людям, которые сидят в зале, этим зрителям, им очень нелегко это видеть. Нелегко видеть, потому что это слишком, естественно, слишком близко, слишком похоже на то, что происходит у них. Потому что, ну, всегда нас кто-то достает, всегда мы являемся каким-то, не знаю, центром или предметом для обсуждения». «Каждый поймет, спектакль по-своему вынесет свою идею», – убежден Валерий Рыжков. О том, какой смысл спектакля Иванов нашел сам главный герой, как проходила работа над спектаклем и о других работах, в рамках передачи «Городские встречи» мы поговорили с Валерием Рыжковым, артистом Рязанского театра драмы. Премьера в самое ближайшее время. Валерий Седов, Михаил Лазуткин. Телекомпания. Город. В регионах Центральной России на смену морозам придет потепление и снегопад. Об этом сообщил в своем телеграм-канале специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, в первую половину недели характер метеоусловий не изменится. Сохранится в основном солнечная и по-январски морозная погода. Ожидается температура на 4-7 градусов ниже климатической нормы начала зимы. В ночь на понедельник ударят морозы до минус 12-17, днем не выше минус 6-11. Во вторник стужа на пару градусов отступит, а в среду под утро будет минус 9-14, после полудня минус 4-9. На этом холодный период затянувшегося бесснежья и аномально высокого атмосферного давления закончится. А уже в четверг днем с запада придет атмосферный фронт, из-за чего пойдет небольшой снег, и температура воздуха повысится до минус 2-7 градусов. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. А на этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин